В закон о капремонте вносят социальные поправки. Льготы предусмотрены для малоимущих жителей области. Если в общей сумме за жилищно-коммунальные услуги счет за капитальный ремонт будет выше 22%, в качестве мер соцподдержки выделят субсидии из областного бюджета. Кроме того, определены дома, в которых работы начнутся в первую очередь. Ремонтироваться должны дома, на которых ремонт не производился на момент приватизации. Жилья, вот эти дома, должны в первую очередь капитально ремонтироваться. А уже при прочих равных условиях вступают другие критерии капитального ремонта. Новые изменения предусмотрены и в сфере дорожного хозяйства. Будут созданы муниципальные дорожные фонды. Они займутся ремонтом районных трасс. Хотя средств в 2014-м на это заложено мало. А вот где будут деньги, так это при строительстве детских садов. Из федерального бюджета пришел очередной транш. Миллиард рублей, большая часть из которого пойдет на дошкольные учреждения. 750 миллионов на расширение сети дошкольных учреждений. 115 миллионов на поддержку сельского хозяйства. И 150 миллионов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Хорошая поддержка. И мы ожидаем, что еще эти деньги будут поступать. Депутаты изменяют бюджет и выборное законодательство. Новые поправки исключат возможность голосовать по открепительным листам. Однако будут поблажки. Избирателя, который в день выборов проголосовать по месту жительства, не сможет, допустит к урнам досрочно. Возврат к досрочному голосованию, я считаю, очень важен. Поскольку любой человек теперь может, прогнозируя свой отъезд на день голосования, прийти и проголосовать досрочно, тем самым приняв участие в управлении делами общества и государства. Изменяя процедуру голосования для жителей, голосуют и сами. На заседании депутаты согласовывают кандидатуру нового министра финансов региона. Александр Воскребенцев возглавлял контрольно-аналитический комитет. В финансовой сфере уже 12 лет, поэтому в его опыте уверены, кандидатуру одобрили большинством голосов.